Всем привет! Рад приветствовать вас на нашем канале, который называется КазакТВ. И сегодня у нас Лид сделала обувь велосипедную для катания и контакты, и топталочки. И это очень интересно. И мы сегодня расскажем, какими интересными технологиями и фишечками владеют тапочки Лид. Спасибо компании Кобер Бразерс, которая является официальным дистрибьютором компании Лид в Украине, за то, что предоставила нам тапочки на обзор. И не только только появились, а мы уже пилим обзорчик по ним. Лид, возможно, не все знают, но эта компания была основана в ЮАР доктором, который был специалистом в области травм шеи. Насколько я себя правильно осведомлен, то он именно в этой области был. И он разработал защиту шеи. Изначально это было для мотокросса, там часто люди падали и ломали себе шею. Потом вело, естественно, это все пошла тема, и в одно время все гонщики на кубковых гонках катались в защиту шеи. Компания на этом сильно приподнялась, и кто-то инвестировал в нее. И вот до чего Лид разрослась в сегодняшний день. Они делают абсолютно все, что только можно. И штаны, и защиту локтей, и шлемы, и перчатки, и джерси. Все на свете, и уже и маски есть, все что угодно делает сейчас Лид. Единственное, чего им не хватило для полного арсенала защиты и экипировки, это, конечно же, велосипедные обуви. Они много, насколько я помню, там 2 или 3 года потратили на разработку защищения, что нужно для катания. И выкатили 4 модели. 2 модели у нас идут топталочки, и 2 модели у нас идут контакты. Только мы так вот местами их поменяем. Вот так вот. 2.0, 3.0, 4.0 и 5.0. 4.0 и 5.0 могут быть только контактами. 2.0 и 3.0, естественно, это топталочки. Давайте рассмотрим каждые кроссовки, чем они отличаются, какие есть фишечки. Также сравним у нас есть Rider Concepts, вы знаете. Все, кто смотрели прошлый ролик, вот тут вот я вам высвечу, мы обозревали новую фирму, которая называется Ride Concepts. Я расскажу, вот я уже немножко покатался на ней, как она держит, и в общем, все нюансы по этому. Конечно же, мы сравним с нашими 510-чиками, с моими, в частности, которые я второй год катаю. И можем взять до кучи еще одни 510-чики, такие everyday, но вот тоже есть прикольный у них подошвь, который называется Stealth. Сейчас мы это все сравним и расскажем, и попробуем на педальках, как сидят эти тапочки. Огонь будет страшный, вы не забывайте записываться, записываться и подписываться на мой Instagram, потому что в Instagram очень много интересностей, всяких вот разных и конкурсов, и вот как Димка пешком ходил, когда пробил покрышку. В общем, в Instagram много всего интересного, залетайте туда обязательно. Компания Elite разработала собственную резиновую смесь под названием Ride Grip Soul Compound. Резиновая смесь каучука NBR для устойчивости к истиранию. По ощущениям я вам скажу, что, ну, мягенькая подошва. Не такая, наверное, как на 510-ах, все-таки пожестче будет, но мягче, чем на Ride Concepts. Вот по первым ощущениям это 2.0 тапочки. Значит, почему такой рисунок хитрый? Срединка вафельная для того, чтобы ваши шипы на педалях, естественно, могли вцепиться за поверхность. Верхняя и нижняя часть сделаны специально с таким рисунком, для того, чтобы во время ходьбы кроссовки сами себя очищали. Ну, то есть грязь, то она легко отпадает, очищается отсюда. Ну, сделанная так вот широкими такими каналами. Ну, по крайней мере, так заявляет производитель. У 3.0 все то же самое. По мягкости 3.0, мне кажется, но на ощупь они чуть-чуть мягче. Но, опять же, это так тяжело, конечно, определить руками компаунд. Лид не пишет в составе компаунда, лид не пишет о мягкости, как это было в Ride Concepts. У них там 3.0, 4.0 компаунды, и там как бы все понятно. Здесь такого нет инфы. Здесь просто говорится, что какие-то мягче, какие-то нет. Значит, материалы, с которых сделаны кроссовки. Верхняя часть обоих ботинок изготовлена из смеси искусственной кожи и замши. Имеется антикомпрессионная межподошва для поддержки, антибактериальная стелька, наполненная углеродом. Неэластичные компрессионные шнурки для лучшей и более устойчивой посадки, а также задняя часть с антиподъемом пятки. Значит, перевожу я вам. Здесь это замша. Носочек также защищен, как это мы видели, в принципе, и на Ride Concepts, на первых, и как это на Freerider 510 сделано. Вот есть защита носочка, чтобы вы не ободрали, не поцарапали. Пяточка тут такая тоже шуршавенькая, чтобы можно было разбываться. Здесь никакой защиты косточки нет. Это такие, знаете, тапочки типа Everyday. В них можно и там и стритец погонять, в них можно и какие-нибудь трейлы легенькие покатать. И в них же можно ходить просто на работу, потому что они, в принципе, имеют цивильный вид, и с офиса вас не выгонят. Ну, в отличие, если вы наденете вот такие буцефалы, как бы, то это более-менее гражданские. Это что-то похожее на, опять же, на Freerider, на Districter те же. Это вот такое. Значит, носочек прошит. Это очень важно. Здесь пеночка у вас по бокам. Она не такая мягкая, кстати, как вот Evo, как вот, опять же, на 510-ах, вот, но мягенькая. Шнурки сделаны специально с такого материала, что если вы узел завязали, не развяжутся. Даже если вы стянете здесь кроссовки, вот они стянутыми и остаются. Они не скользят и не расшнуровываются. Это здорово. То есть, хорошо можно зафиксировать кроссовок на ноги, хорошо можно затянуть. По вентиляции все очень плохо. Это явно не очень летний вариант кроссовок. Ну, цвет может быть не только черный, но может быть и синим, и серым. Но я к тому, что здесь всего лишь три дырочки. И это очень слабая вентиляция, и по бокам нет ни сеточек. Ну, тут еще с этой стороны есть чуть-чуть дырочек, но это все очень слабо. В них летом будет задница. Опять же, смотря какое лето мы говорим, если лето на западной Украине, то там довольно-таки прохладно даже лето. Если мы говорим про наше лето, где я живу, да, находится там, выжигает все, плюс 40 трава, то в них просто можно будет умереть. Не дают вонять вашим лапкам. Карбоновые волокна используются на этой стелечке. Это, кстати, немаловажный момент. Так же быстро сохнут, и стелечка очень толстая, вот где пятка идет. Здесь прям вообще толщина-толщина. Так же с дырочками, все с перфорацией. Вот это вот реально интересный момент. По стельке. Вот видите, толщина стельки какая. Просто жесть какая-то. Ну, я зачок обычный. Здесь все внутри, вот как вот в обычных кроссовках. Здесь ничего такого хитренького нет. Ну, на стельке написано, что еще здесь карбон. Я думаю, что это карбоновые волокна используются вот в этой вот стелечке, эти нитки какие-то, я уж не знаю, которые не дают там запаха, как бактерии убивают. Я не знаю, действительно ли это так, работает ли это. Вообще, карбон ли может что-то там убивать, не убивать. Может быть, для износа устойчивости он тут используется. Бог его знает. Информации на этот счет вообще нет. Главное, это цена, пацаны. Они стоят 83 доллара. И это потрясающая, я считаю, цена для тапочек, в которых можно кататься. И, блин, если они еще реально хорошо держатся на педали, и если они не рвутся, единственное, что реально жарко летом будет. Просто задница будет. То есть, как бы не хватает моделей, у которых будет сетка. У них, в принципе, вообще такой модели даже нет. Вот в то же время, когда у нас есть райдеры, которые все сеточки, да, которых вот летом кататься, ну еще ок. Но когда полное жарище у нас, я скатаюсь вот в этих кроссовках. Это тоже FF10. Они все вообще связаны просто с сеткой. В них вообще отлично кататься. Да, у них тоже жесткая подошва. Не такая, конечно, как у каких-нибудь там дыхашных. Но, тем не менее, здесь подошва STS, она хорошо держала. И пенка. И в них очень комфортно летом. Но это не гоночные тапки. Это такие, знаете, просто для прогулочки. 3.0. Это следующие идут после 2.0. Подошва аналогичная в плане рисунков, в плане всех этих грязевых вот моментов. Вот по мягкости, ну я почему-то вот по ощупь, кажется, что они мягче. Вот мы оденем каждый кроссовок, попробуем на педали. Возможно, они будут лучше цепляться. Значит, чем они отличаются от 2.0? Защита, в первую очередь, это носка. Она уже прорезиненная. Здесь есть защита на мизинце. От удара, от счастин. Защита костяшки. То есть, вы видите, что да, эта часть у вас выше, чем эта. Вот так вот будет хорошо видно. Вот, это тоже хорошо. Антибактериальная у вас уже идет здесь не только стеречка, но и вся внутрянка. То есть, вот здесь вот все, все сделано из таких вот нитей. И у вас, скорее всего, все это вонять не будет. Это тоже очень интересно. И это все так же быстро сохнет. Сама внутрянка. Также они полностью влагозащищены, опять же, по завалению производителей. И это материал, который хорошо дышит. Я не знаю, как он может быть хорошо дышать и хорошо защищать от влаги. Ну, вот так вот заявляет производитель. Шнурки здесь точно такие же. Абсолютно технологии шнуровки. Все, то есть, никаких хитростей нет. Перфорация чуть-чуть посильнее. Именно на носке здесь много всяких дырочек. Но нету сбоку абсолютно нигде. Также удобно, что на пяточке есть прорезиненная часть, чтобы вы хорошо разбывались. Она прямо именно прорезиненная. Не шуршавая, как там, а именно прорезиненная. Это тоже неплохо. Стилечка точно такая же, как у 2.0. Стоят эти тапки 100 долларов. Это тоже потрясающая цена за гравити обувь. Они уже подходят для дыха, для гравити, для эндуро, для чего угодно. Костяшка закрыта. Наливать, но опять же, весна-осень, летом полная задница. Будут они вообще полностью закрыты. И просто отвариться в этих кроссовках можно будет. 4.0. По факту это то же самое, что и 3.0. Они абсолютно так же выглядят. У них абсолютно все те же самые фишечки есть. У них дизайн тоже самый есть. Единственное, что здесь добавили липучечку. Вот такой вот хлыст, который еще лучше фиксирует кроссовок на ноге. То есть, вы раз затягиваете, сюда затягиваете, потом еще вот так вот. То есть, контакты должны быть очень жесткие. Плюс сами тапки жестче намного. То есть, тут прям пластина целая стоит, что вы вообще хрен их согнете, если даже захотите. Ну и понятно, что эти тапки идут под контакты. Но единственное, что я заметил, границу между 3.0 и этими, это то, что они мягче. Здесь компаунд реально мягче. У меня главный вопрос, зачем? Но если это контакты, вы же встегнулись типа и ок, зачем вам вот это вот все? Ну если кто катается на контактах, объясните, зачем мягче? Я реально не знаю. Я на контактах, конечно, не катаюсь, но в общем не знаю. Цена ихняя 108 долларов. Тоже для контактной тапки, я считаю вообще прайс типа very, very ок. 5.0, топ в топе, жир в жире, но они опять же только контакты. Здесь вообще мягкая, мягкая реально подошка. Ну как на фоктенчиках. Состоялось вот очень-очень похоже по ощущению. Значит, что у нас здесь? Здесь у нас такая же вот липучечка есть, которая хорошо фиксирует, но здесь нет шнурков, здесь вот такой вот шнурок есть, который вот так вот его хорошо стягивает ваши тапки и вот так вот потом фиксирует. Это закос под буа. Хотелось бы, конечно, видеть полноценное здесь буа, но думаю, это сильно бы сыграло бы на конечную стоимость. Значит, по всем технологиям все то же самое. Антибактериальная здесь и стелечка, и язычок, и внутряночка, здесь вонять ничего не будет, здесь карбоном вам нашпиговали полностью всю внутреннюю часть кроссовка. Здесь уже проклеено все очень аккуратно, такие моменты прорезиненные. Они, конечно же, полностью влагозащищенные, то есть у них можно в болото прыгнуть, и они еще жестче. То есть этот кроссовок, во-первых, пятка очень жесткая, ее вообще нереально деформировали. Ну, блин, ну посмотрите, она очень жесткая. То же самое подошву. Ну, просто невозможно, чуваки. Это просто какая-то здесь, я не знаю, стальная пластина, наверное, стоит. Здорово сделано. Насчет вентиляции, не уверен, что будет хорошо вам, пацаны. Это все-таки такие тапки для грязевых гонок. Ну, почему? Весной-весне тоже кататься. Но вы знаете, что в горах всегда есть грязь, лякоть, всегда это все намокает на ваши тапки. Даже когда сухо, в лесу всегда бывают какие-то грязные моменты, лужи там и так далее. Не хотелось бы в грязных тапочках, в мокрых точнее, поливать дальше. Поэтому есть все-таки вот варианты классные. Но опять же, это все, наверное, не совсем летний вариант будет. Все-таки это будет жарковато летом. Также здесь вот мягкая часть здесь, и она реально мягкая. То есть у вас получается очень жесткая подошва, но чтобы это компенсировать, делаю тут вообще такая мягкая-мягкая. То есть вот этих вот кроссовок, даже если мы 2.0 возьмем, здесь намного это все жестче. Здесь прям дубовое все. На пятерочке здесь прям мягкая-мягкая-мягкая. И здесь часть тоже встанная мягенькая идет. Как они на ноге будут? Ну я одену, конечно, попробую, но я чувствую, это просто будут такие жесткие-жесткие кирпичи. Цена их 119 долларов. В принципе, это хорошая цена за топовую обувь. Считайте, что 5.0 это верхняя модель в линейке обуви. И 120 баксов за топ получить, это очень даже приятно. Я напомню, что топовые обувь там в F10 и в Rider Concept стоят порядка 150-160 долларов. То есть эти значительно дешевле. Выглядят, ну прикольно. Прикольно выглядят, необычно. Но единственное, что я заметил, здесь нет защиты костяшек. Хотя это верхняя топчик. Я думаю, что это такое, наверное, больше даже для эндуро гонки, такие тапочки. Потому что защиты костях нет. А вот эти вот уже, наверное, больше для дыха пойдут. Потому что все-таки есть защита. А эти такие, знаете, Trail, Tenduro, где-то в ту сторону. Заточены больше. Теперь давайте проверим вес каждого кроссовка. Вот это очень интересный момент. Но они по ощущениям все совсем нелегкие. 483 грамма. Ну, кстати, это еще неплохой вес. На самом деле. Напомню, сколько весят аналоги. Вот, 462. Видите, 20 грамм между фрирайдером. Хотя фрирайдер ощущается намного легче. И для сравнения, самые лайтовые давайте. Вот видите, 344 грамма. Но это вообще, я говорю, это такие комнатные тапочки. Напомню, сколько весят Rider Concepts. 455 грамм. И давайте теперь сравним вот с ихним аналогом, скажем так. Сразу на 50 грамм. Побольше будет. Ну да, они чувствуются, что они все большие. Ну а контакты тут вообще, наверное, безумные веса будут. Особенно вот эти. Я думаю, грамм 600. Я почти угадал. 592 грамма. Так. И... Ну, эти будут меньше весить. Хотя и жестче. Но они физически меньшего размера. Да, видите. 543 грамма. Самые лайтовые, да. Вот. Они, конечно... Ну тут подошва. Тут реально жесткая подошва. Тоже я вам покажу, что видите. Ну жесткая. Ну да, 443. Ну в то время, что как дал Fakten, вот они. В Rider Concepts тоже подошва жесткая. Хотя... Хотя не. Не настолько. Ну, кстати, очень похоже. Нет, чуть-чуть мягче здесь. А ну давайте у этих. Очень жесткая. Трава, на конце это просто... Думаю, это придаст им уверенности на трейлах. Давайте обоим мы попробуем, как они сидят на ножках теперь. И дружат ли они с педалями. И какие из них лучше всего держат педаль. 2.0. Давайте прикинем, как на ноге сидят-то. Ого. Ого. А парни-то жесткие. Ой, шнурок, а видите, как вот. И все. И они остались вот здесь, в том же положении. Они не расшнуровываются. Сравниваем будем 2.0 с фрирайдерами, так как это, в принципе, не очень похоже. Тапочки. Давайте. Понятно, что фрирайдеры уже немножко разношенные. Они уже не такие жесткие, как они были. То есть в них я уже, как бы, второй год. Вот. Ну, общее впечатление это можно сложить. Чуть попроще зашнуруемся. Это у меня нога передается. Да, ну, конечно. Ну, новые, конечно, еще. Нужно тоже понимать, что они новые, но они жестковатые, конечно. О, а подошву-то как. Ну, она им не липнет вообще. Прикольно. Ну, как бы у фэфтенов тоже это, но это топовая подошва, вот. Но у этих очень похоже. Эффект очень похож. Ну, в общем, так, пацаны, выглядит на ноге. Какие вам больше нравятся, пишите в комментариях. А мы попробуем с педальками. Жарше велик не помещается. Ого! Ого! А как сдвинуть ногу? Причем, он настолько жесткий, что если даже на край педали вы поставите, ощущение, как будто я сижу на всей площади педали. Не чувствуется, что на краю. Нет, конечно. Блин, жестко вообще. Ну, это, конечно, заслуга вот этих вот вафельных ямочек. Не, ну, очень жестко, конечно. Оно устраивает. Не, ну, тут как бы тоже грех жаловаться. Фэфтены классно держат педали. Но вот литы прям радуют. Блин, как сместить. Также прикольно заметил, что есть такая резиночка, когда вы можете спрятать свои шнурки, чтобы они не телепались. Ну, кстати, здесь они короткие, и если вы зашнуруетесь, то тут как бы уже и телепаться будет нечему особо. Ну, то есть тут, видите, ну, аккуратненько. Ну, это все можно заправить там вот такой вот резиночкой. Обычно резиночки где-то по центру здесь они вверху. В то время, когда у фрирайдеров, я не знаю, зачем такие шнурки люди сюда запихивают. И здесь нет никаких резиночек. То есть, как бы, ну, ничего против Фэфтены не имеет. Это топовая классная обувь, но вот такие вот нюансы абсолютно не продумано. Ну, вот куда теперь девать вот это? Ну, я делал вот так вот. Вот так вот сюда запихивал, вот так вот катался. Ну, это, конечно. Следующие у нас 3.0 будут. Ого. Тут уже чувствуется, что... Конечно, да. Ого. Ого. Это прям армейские ботинки, конечно. Резиночка тут также есть. Такая же. Цвет прикольный такой. С оранжевым круто смотрится. О, мне даже захоботились на концевичках лид. Сделали шнурка. Так, ладно. Что у нас тут? О, ну да. Это даунхил, пацаны. Но сравним с пауэрлайнами моими Rider Concept. Потому что они очень похожи, я считаю, по всем параметрам. Вот сейчас мы их сравним. По жесткости, потом как держат педали. Rider Concept сразу забегу наперед, скажу, что держат педали хуже, чем 510 подошва. Не такая цепкая. Кому было много держака в 510, то есть у Rider Concept его меньше. Но опять же, зависит от того, какой будет компаунд. Я говорю исключительно про эти. Так, ну давайте. По жесткости они одинаковые, я вам так скажу. Ну, визуально литы шире. По ощущениям абсолютно идентичны. Вот по жесткости они одинаковые. Может быть, чуть-чуть эластичнее на изгиб Rider Concept, но может потому, что немножко в них уже покатал и походил, чем литы. Литы такие. В этом плане ребята очень жесткие. Так, ну, вот так вот выглядят. Смотрите сами. Опять же, какие вам нравятся больше, можете писать в комментариях. Ну, скажу так, что в Rider Concept уже сейчас кататься жарко. Хотя здесь передняя часть сеточки, здесь язычок с сеточкой, здесь перфорация есть, здесь перфорация есть, но в них уже жарко. У этих перфорация только здесь, больше нигде нет. Это вообще будет задница. Я говорю исключительно про лето. Ага, ну, как предыдущие, пацаны, как и 2.0. Точно намертво. Захочешь, не подвинешь. И за счет того, что они жесткие, вот, на краю педали свисаете, и кажется, что вы стоите на всей площади педали. Нет ощущения, что вы на краю, что у вас соскочит нога. Нет, очень жесткая подошва, классная. Именно насыпать Gravity Race. По сравнению с Rider Concept, но чуть хуже Rider Concept держит. Немного хуже. Хотя тоже смертельно, но этого держака достаточно. Но эти вообще, поставил их ринцвиниш, как вот 510. Вот реально напоминает подошва 510-овскую Stealth. Так, ну и 4.0. Тоже пошли контакты. Блин, вот ощущение, как у 3.0, только еще жестче. Казалось бы, куда еще жестче. А не, вот можно сделать еще жестче. В таких тапках, пацаны, вы точно себе ноги не повредите. Если вы в камень влетите, или еще какие-то там неприятности, или куда хуже, камень может отлететь. Тут все так защищено, что тут вообще насрать просто на все эти камни. Вот это прикольно сделано. Это вы зашнуровались. Если хотите еще сильнее стянуть, вот здесь такая штука у вас. Она резиновая, она такая, как тянется. И вы таким вот образом ее, оп, и все. И вы прям сковали ее ногу свою. Не, ну жестко. Жестко. Ну давайте сразу 5.0 оденем. Ой, мать моя женщина. Тут, кстати, вот эта штука. Вот так вот. Видите? Стягивается. Потом она вот так вот фиксируется. Ой-ой-ой. Ага. А эти вообще еще сильнее сдавливает. Не, 5.0, пацаны, вот эти вообще жесткие. Прям просто. Они даже не... В них ходить невозможно. Ну, я серьезно говорю. В них куда-то в горы подняться. Это Unreal. Выглядят охренительно. Выглядят они обалденно. Тупо такая эндуро-гонка. Тапки. Это ДХ-шечка, пацаны. Это настоящая ДХ-шечка. Но эти выглядят аккуратнее на ноге. Такие зализанные, лайтовые. Но опять же, защиты косяшек никаких здесь нет. Это такое. Это эндуро. Они вообще не сгинаются. Они вот. Все, они целые. Как на этом, на коньках. Только кататься. Ходить просто без шансов. Давайте подытожим. Лид врывается в движуху велообуви. И, как мне кажется, с хорошим прайсом. Звонит-таки неплохим продуктом. Насколько он хороший, опять же, в бою. Мы все это проверим. Вот я уже знаю, что, по-моему, Райдер Концепт, что чуть хуже держит, чем 510. Вот они немножко подтираться у нас начали. Но они жесткие. Они хорошо защищают ногу. Как держат вот эти вот тапки? Вот мы попробовали на педалях. Мертвый держит. Реально, как аналог 510. Может быть, они быстро расползутся. Может быть, они прорвутся больше. Фиг его знает. Все надо, пацаны, проверять. Мы просто рассказываем, что появился такой новый продукт. Я рассказываю в своих впечатлениях. Рассказываем, какие есть интересные фишечки. В тапочках, к примеру, там стелька антибактериальная. Там быстро сохнущая внутрянка. Это, кстати, реально прикольно. И, к примеру, того же Райдер Концепт производитель не заявлял о таких фишках. Но тут как бы были другие языки вот эти все цельные. Для кого какие тапки? В принципе, тут все понятно. Да, everyday катать, там, стритец, ходить на работу, в офис. Вполне себе годный вариант. Enduro наваливать, дыхать, топталочки. Вот тапочки. Если вы то же самое делаете, только в контактах. Вот для вас есть вот такая вот версия. Если вы Enduro катаете, то вот такие тапки, потому что у них супер жесткие, но менее защищенные. Хотя, ну, носок и мизинец здесь также защищены. Они также проклеены. У всех тапочек передняя часть прошита. Это очень важно. Цена, кстати, хорошая. Это вот главный вообще момент, что на данный момент на рынке, ну, в частности, в Украине, это самый выгодный прайс вообще на тапке. Потому что Райдер Концепт стоит 150 долларов. Насколько я помню, или 160 долларов за топ-версию, а за самую бюджетную версию вас попросят 100 баксов. Здесь за самую бюджетную у вас просят 83 доллара. На этом, в принципе, все. Я рад, что все больше и больше производителей делают велообувь. И, кстати, довольно-таки неплохую. Следующие кто? Fox. Fox, в принципе, делала, но как-то забила на это. Ждем, может быть, ворвется. Что там? Следующие 100% должны сделать обувь. Или, может быть, Trace Face? Будет очень здорово. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх, делитесь этим видео, пишите комментарии, какие тапки понравились вы, какими тапками вы пользуетесь. Не забывайте подписываться на Instagram. Возможно, скоро там забудем интересный розыгрыш. Я себе какие-то из этих тапок выберу и буду юзать. Вы обязательно за всеми этими движениями можете наблюдать в моем Instagram. Я буду выкладывать stories, буду говорить, как эти тапочки, как это было, в принципе, с Rider Concepts. Всем пока!